Привет! Давайте сегодня поговорим о том, как же создать украшения своими руками из того, что есть дома. Первый вариант это нужно покрасить тарелку. Я покрасила тарелку вот таким серебряным шпреем или спреем акриловым. И из куска синтепона вырезаю круг разменером во внутренней части тарелки. И теперь сюда могу я что-то поставить или положить. Например, то, что мы с вами уже делали. Вот такой подсвечник. Можно оставить так. Можно накрыть банкой какой-нибудь или вот таким клошем. Клоши сейчас продаются и у вас, я видела, не только в Германии. И получается симпатичная композиция. Второй вариант вам уже знакомый. Мы с вами делали красивый зимний декор, зимняя сказка. Можно также поставить его под клош. Ну а сверху украсить красивой гирляндой. И еще один вариант на клоши или на банки. Нарисовать снежинки. Или просто вот такие вот белые шарики. В общем, я нарисовала каляки-маляки. Я не знала, что мой эдинг, он оказывается работает от нажима и потекла краска. Лучше красить, конечно, акриловой краской в таком случае. Или знать, что он работает как шприц. Руки все в краске, ну ладно, потом отмоем. Итак, украшаем дальше. Я ставлю оленя, так или вот так. Здесь у него корона, кстати, я ему покрасила его блестящей красочкой. И сзади ставлю елочку или елочки с собой. Вот такие вот это в магазине типа фикс прайс я покупала, как у вас есть. Устанавливаем. И затем мы вокруг укладываем куски синтепона, чтобы прикрыть вот наши вот эти ножки. Некрасивые места какие-то. Можно немножко растянуть, чтобы попышнее был синтепон. Если есть кусковой такой, лучше, конечно, чем одной пластиной. Вот таким образом. Украшаем. Расправляем. И сзади тоже я положу небольшой кусок такой, чтобы прикрыть нашу ножку у оленя и в елке. Получается зимний такой пейзаж. Красивый олень в лесу. Вот здесь не хватает тоже в углу. Вот видите, тоже нужно положить. Сугробик небольшой. Ну вот, теперь уже можно накрыть сверху. Красота! Страшная штука. Сейчас я подальше поставлю. И еще. Помните, мы делали такую композицию? И сверху я накрывала пластиковым колпаком. Теперь он высох и блестит. Кстати, вот этот клош, который там сзади, его тоже можно таким же образом лаком покрыть и сверху насыпать блестящие глицеры. И будет выглядеть, как заснеженная верхушечка. Вот таким вот образом. Ну, если, конечно, вам это нравится. А еще можно по краю тарелочки снаружи выложить вот такие вот водяные шарики. Орбизы, конечно, они быстро сохнут, но сутки могут продержаться. Я сейчас положу по краю тарелки снаружи. И получается оно очень красиво. Смотрите. Я выключила свет, чтобы было видно их блеск. Они как льдинки, такие хорошенькие и милые. Просто красота. Ну вот, мои дорогие идеи, которые мне пришли в голову, я ими поделилась с вами. Если нравится, делайте такие. Вдохновляйтесь. Ну вот, как я сказала, мне эти бусинки особенно приглянулись. Хоть они недолго и послужат, ну и ладно, зато красиво. Можно их опять засунуть в баночку с водой, они наберут силу. Стану большими и опять украсить наш клош. Так что, девчата, творите, фантазируйте и украшайтесь. Зимний декупаж. Ой, декупаж. Зимний декор. Очень красивый и нежный. Хотя холодный. Я, наверное, перейду на более яркие цвета. Потому что вот всё такое белое, серое, снежное. Наверное, немножко надо уже и пора добавить яркости. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Вам всего доброго и хорошего, как всегда. До скорой встречи. Пока.